тех ребят с которыми я греб они некоторые работают и в школах юношеских продолжают гребли контактирует но теперь вот нам предстоит посмотреть финальный заезд на каное одиночки но мужчин дистанция тоже 500 метров а ну к но это совершенно иной вид программы . другая гребля и у каноистов что важнее всего в момент старта момент старта это у каждого стоит на старте не проживать старт а уже дистанции 500 метров вот мы сейчас видим вихман и показывают по второй воде сильнейший гребец мирового масштаба много лет греб выигрывал олимпийские игры и чемпионата мира румыния наш посреди найдет здесь конечно играет много и мощность темп гребли амплитуда движения то есть вы видите на экраны буквально смысле профессионалов большого класса которую борются за самые высшие титулы мировом спорте итак под пятым номером это идет у нас украинский спортсмен сергей пострюхин тоже отрыв уже создал себе на довольно неуверенно если вот вот сейчас по второй воде вихман предпринимает шайги томаш вихан гривен из венгрии ну здесь соперничество серьезное серьезное на финише смотрите как но еще было все непонятно кто победит вот спортсмен из румынии по 3 где шоу к сожалению он провалил сейчас финише но говорится поезд уже ушел в этом случае вот он финиш еще одна золотая медаль нашей сборной на втором месте был любомир любенов из болгарии на третьем олов хай крот из гдр а томаш вихман в итоге оказался четвертым вот видите как складываются конечно спортсменов болгарии провели чудеса выносливости спринтерской так скажем ловкости ну вот интересное слово употребили александра ловкость гребли как это в гимнастике скажем там баскетболе вы его на экране почти не показывали он шел по восьмой воде вот его почти не было видно а на финише он выиграл буквально 800 проиграл вернее 8 соток секунды это вот по фото финишу это было видно очень слабо но мы сейчас видели с вами интересную такую картину сергей пострюхин он спортсмен из украины он в общем так спокойно принимает поздравление да вот немецкий